Всем привет! Рады вас бачити. Уже такая 20 пиздна година. Собственно, я краще буду российской, бо все же российская деменция ближе, так кажется. Ну что, собственно, сегодня будет речь о том, о наших приложениях, которые медленно работают. Особенно в веб-приложениях, потому что в принципе в них я имею наибольший опыт. На всех проектах, на которых я был, приложения были написаны неоптимально. Я, честно говоря, еще не видел такого проекта, на котором бы что-то быстро работало. Я не знаю почему так, может у меня такая карма, но во всех проектах, например, интерпрайс чаще всего в проектах, потому что если мы говорим про проекты типа people-oriented, то там, если твой сайт медленный, ты юзеров не увидишь. Потому что юзеры все, что там дольше секунды, они просто уйдут. С сайта вы их не увидите второй раз. Первый раз они, скорее всего, что посмотрят. На интерпрайс проектах ситуация получше, потому что интерпрайс пользователи все-таки более терпеливые, потому что, пользуясь вашим приложением, они каким-то образом зарабатывают деньги. И, соответственно, они могут подождать. Но, тем не менее, это ставит весьма плохое впечатление, собственно, о вас как разработчиках, у вашего заказчика. Потому что ждать по 10 секунд, когда что-то там загрузится, тяжело. И плюс хороший пример, когда был один сайт. То есть мы там его разрабатывали, разрабатывали, там все было прикольно. И потом я решил им воспользоваться. Да, по-настоящему фишка в том, что это для меня, в принципе, открыло, так сказать, глаза. Потому что, пока мы разрабатываем сайт, мы не видим его с точки зрения заказчика. То есть мы его там разрабатываем, мы там разрабатываем свою функциональность, разрабатываем что-то 1, 5, 10, ну, в принципе, все равно, как он там загружается. Но когда ты только начинаешь им пользоваться, ты начинаешь материть самих себя по-настоящему. Потому что ты говоришь, боже, как это убого, как это ужасно, как это медленно. В общем, так что первый вам сразу совет. Попробуйте воспользоваться вашим сайтом, который вы пишете. То есть именно реальный юзеркейс. То есть вы там хотите что-то на нем сделать. Для интерпрайз-проектов это немножко тяжело, потому что чаще интерпрайз-проекты под собой подразумевают какую-то бизнес-идею, от которой в большинстве случаев вы достаточно далеки. Итак, собственно, это вступительное слово. Идем дальше. Что-то типа такого. Ну, по-настоящему все пишут плохой код. Ну, потому что... Да, потому что у нас чаще всего там есть временные ограничения, еще там что-то. Там не хватает знаний. Ну, миллионы причин, почему пишется плохой медленный код. Тестеры, они помогают вам написать код, который будет правильный с точки зрения бизнеса и с отсутствия багов. С точки зрения перформанса, к сожалению, чаще всего нужны специальные специалисты, которые смогут провести вам правильные тесты. Потому что, ну, такие люди достаточно редкие, к сожалению. Вот. Я постараюсь вам немножко рассказать, собственно, как это делается и что нужно делать. Вот. В хорошем, конечно, случае наймите специального человека. Вот. Но в плохом мы все-таки... Итак. Как включается здесь лазер? Ага. Вот. Отлично. Итак. Когда мы говорим о перформансе, мы говорим чаще всего о времени отклика, о пропусковой способности либо юзеров, либо данных, то есть неважно чего. Latency. Latency – это, собственно, время, которое тратится на коммуникации. Чаще всего оно не является таким уж чем-то страшным, но иногда это бывает весьма значимая вещь в медленности вашего приложения, потому что latency по-настоящему тяжелее всего измерить. Особенно, когда происходит между серверами. И там, когда, допустим, с веб-сайтом, вы там сразу видите, что у вас там, оп, типа что-то медленно приходит ответ. А здесь, между сайтами, это беда. Наверное, тяжелее всего бороться. Ну, сейчас, конечно, там придумали всякие георепликации, там, всякие… Всякие синхронизации между серверами. Раньше это было тяжелее, потому что сейчас, допустим, в том же Azure есть такая вещь чудесная, как геолокейшн, то есть у нас там база, допустим, она там реплицируется там на несколько локейшнов, и между ними там происходит магически репликация, что очень удобно. Точность колобилити – это, в принципе, то, как ваше приложение может расширяться. Потому что, опять же, в моем грустном опыте, весьма много приложений и программистов, когда пишут код, они не думают о том, что ваше приложение может одновременно крутиться на нескольких инстансах. И, то есть, если вы там храните, например, что-то в памяти, то второй сервер, то, что вы храните в памяти, не увидит. Поэтому, если вы сразу же пишете приложение, которое поддерживает колобилити, то есть ваше приложение, независимо от того, на скольких серверах развернуто, работает одинаково, вы получаете, фактически, бесплатное пропускную способность. Потому что, чем больше вы серверов расположите, тем больше, собственно, количество юзеров, данных оно может обработать. Да, в принципе, это правильно, но это немножко за рамками, да. Собственно, robustness. Это, типа, насколько ваше приложение надежное. Потому что, например, ваше приложение, допустим, получило какой-нибудь огромный всплеск пользователей. То есть, там, допустим, открытие какого-нибудь эвента, и все ломится на ваше приложение. То есть, если ваше приложение после падения смогло вас подняться и продолжить работу, то у вас все, в принципе, в порядке. Если же нет, то у вас беда. Ну, собственно, это как раз та часть, про которую, типа, то, что master slave и такие вещи. Так. Собственно, теперь тактики, как мы будем оптимизировать. Всем видно, что тут написано? Итак, собственно, перед тем, как мы хотим что-либо оптимизировать по-настоящему, нам нужно собрать performance-метрики. Потому что оптимизировать, что попало, мы получим какой попало результат. И мы не сможем доказать, что мы потратили время не зря. Потому что performance-оптимизация, чаще всего, это долгий и дорогой очень таск. Который под собой почти всегда подразумевает какой-то рефакторинг. Наши клиенты слово рефакторинг ненавидят. Потому что это их деньги. И они не понимают, зачем это делается, почему. Поэтому, когда мы что-то меняем и хотим что-то улучшить, мы должны доказать нашему клиенту, что мы потратили его деньги не зря. Собственно, для этого мы собираем метрики. Собирание метриков по-настоящему весьма нетривиальная задача. Во-первых, основная вещь это, например, выбрать, где наш пользователь проводит больше всего времени. Что он больше всего делает. Какие у нас наиболее частые операции. Насколько они медленно работают, насколько они быстро работают. Плюс, типа, как наши пользователи себя ведут на сайте. То есть это все, как там часто грузится странички и так далее и тому подобное. Хорошо то, что сейчас для сбора метрик стало немножко проще. Потому что, в принципе, если у нас есть тот же Azure, то они всегда имеют целую кучу возможностей. То есть там есть интеграция с New Relic, есть Application Insights, которые немножко еще не доделаны. Но он есть, тем не менее, и возможно будет очень крутой штучкой. Итак, ну если ваше приложение хостится вне клауда, то вам придется старый добрый анализ логов. Performance counter. Да, да, да. Performance counter. То есть всю эту штучку собирать ручную, либо брать какую-то софтину, которая это делает за вас. Я, если можно, хочу вот как раз шикарно сказать, я хочу привести пример из своей жизни для подкрепления того, почему это важно. Давай. У нас есть приложение, которое использует Lucent для того, чтобы реализовать полнотекстовый поиск. Этот полнотекстовый поиск мы делаем, что мы выбираем данные из хранилища и там раз в пять минут перестраиваем поисковый индекс. Почему раз в пять минут? Потому что, вот скажем так, это то минимальное время, которое мы смогли намерить на обновление нового индекса. Стала задача ускорить этот процесс. Первое, что пришло в голову человеку, который за это отвечал, это он посмотрел, что Lucent хранит файлы поверх файловой системы. Он сказал, это медленно можно, в крайней оперативной памяти будет быстрее. Но, когда мы начали снимать performance-метрики, мы увидели, что из пяти минут на создание индекса тратится одна минута, а еще четыре тратятся на upload-download этого индекса. Потому что там немножко по-дебильному человек запрограммировал это все. Он запрограммировал все в один поток. Когда мы внедрили многоопоточность на upload-download, у нас с пяти минут до двух с половиной сразу увеличилась скорость работы. Ну, в принципе, это почти всегда так и бывает. Потому что чаще всего самые очевидные вещи, которые у вас есть в приложении и могут вам показаться чем-то, что легко исправить, легко сделать, они чаще всего занимают очень мало времени. Возможно, у вас есть какая-то более системная. Поэтому, первым делом, соберите метрики. То есть, узнайте, насколько ваше приложение работает. И плюс, вы сможете, опять же, показать своим заказчикам. Типа, посмотрите, вот у нас тут, 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 тут проблемы, их нужно улучшить и решить. Чаще всего, я скажу, да, конечно. Собственно, следующее, выбираем самое критическое. То есть, самое критическое тоже достаточно сложная вещь. Допустим, мы находим какую-то страничку, которая там грузится, ну, не знаю, там, пять секунд. Но эту страничку заходит, ну, один процент пользователей почти никогда. То есть, ее оптимизировать, конечно, бы неплохо, но она не является чем-то важным в основном вашего проекта. Да. То есть, выбирайте то, что самая-самая тяжелая вещь на вашем приложении. Плюс, даже, допустим, у вас есть какая-то, допустим, часть кода, которая там сильно нагружает процессор. Соответственно, ну, типа, downgraded performance везде. Это тоже, кстати, на это надо учитывать. Потому что скорость, точнее, CPU time и I.O. это вещи, которые не бесплатные пока что. Ну, надеюсь, в скором что-то улучшится. Далее. Фаза импрувания. То есть, когда мы выбрали, собственно, что мы хотим улучшать, мы начинаем это улучшать. То есть, это занимает какое-то время. Мы делаем, делаем, делаем. Мы закончили. Надеемся все, что стало хорошо. Снова запускаем метрички и проверяем, типа, стало лучше или хуже. Так бывает, что становится хуже. К сожалению. Да. Потому что, в принципе, то есть, что-либо улучшая, вы там забыли что-то, добавили что-то и ваш ожидаемый результат, который, допустим, там, работал на каком-то наборе данных, там, на более серьезном performance metric scraping провалился. Поэтому это важно и плюс также, желательно, причем, собирать метрики, ну, хотя бы каждый релиз. То есть, перед релизом вы будете знать, что, типа, что у вас ухудшилось, что у вас улучшилось и это будет иметь такую динамику и, допустим, понять, что этот релиз нельзя выкладывать, потому что вы потеряете опять клиентов. Итак, в принципе, с этим, я думаю, понятно. Идем в следующее. Итак, собственно, следующие слайды, типа, я разбил на основные такие вещи, с которыми встречаемся. То есть, а мы встречаемся чаще всего, что у нас есть база, которая может быть медленная. У нас есть наш код, который тоже может быть медленным и написанным неоптимально. И у нас есть фронтенд, который, опять же, может быть написан неоптимально. Я здесь больше обращу внимание на именно нашу базу, как стандартный SQL Server, потому что, к сожалению, с NoSQL я имел очень маленький опыт, поэтому, если кто-то имел больше, можете потом добавить. Итак, с чем чаще всего я сталкиваюсь, когда вижу какую-то базу? И по-настоящему, когда я, допустим, прихожу на какой-то проект, я первым делом гляжу в базу, типа, что там есть? Потому что чаще всего там полный шлак, сказать так. Итак, что бывает? У нас бывает, типа, слишком много индексов. Слишком много индексов приводит к тому, что ваши вставки становятся безумно медленными. Плюс, чаще всего эти индексы может SQL выбрать совсем неправильно. И плюс становится вам тяжелее менеджить статистику индексов. Потому что статистика – это тоже очень важная часть сиквела. Она там работает, что там ваши пользователи там как-то, как-то работают, там набирается статистика, и в зависимости от этого выбирается правильный экзекьюшн план. Ну, допустим, если у вас там произошло какое-то там событие, и ваши пользователи начали работать как-то по-иному, или у вас там есть какой-то джоб, и он собрал вам неправильную статистику, и теперь SQL выбирает неправильные планы. Особенно, когда у вас много индексов, это встречается намного чаще. Итак, собственно, неправильные индексы. Неправильные индексы чаще всего типа те индексы, которые не используются. То есть они есть, они там их используют, но оно не дает практически никакого выигрыша. Либо missing indexes. Тут все просто. А я встречал такие проекты, на которых вообще не было индексов. Кроме primary key of. Ну, просто не было. Не знаю почему, никто об этом не думал. Вот оно там себе работало, в принципе, даже неплохо. Там, где было мало данных, конечно. Собственно, большое количество данных. Дело в том, что чем больше у вас данных, тем, соответственно, серверу нужно при поиске каких-либо данных, а мы чаще всего что-то ищем, тем больше ему приходится проходить через дерево данных. Ну, дерево у нас устроено как B плюс 3. Причем, когда мы ищем какой-то конкретный ключ, в принципе, это достаточно быстро даже на больших объемах данных. Но когда нам нужно сделать какие-то, допустим, поиск по каким-то там датам, какую-то сделать агрегацию, такие вещи, чем больше у нас сам объем данных, тем тяжелее и сложнее проходить эти данные. То есть у вас получается очень много I.O. операций. И, опять же, особенно это важно в клаудах, потому что в клаудах I.O. по традиции медленный. Ну, возможно, с D-дисками что-то станет изменится. Ну, пока. Не так много лучше оно становится, если база написана вот так? Ну, конечно. Собственно, как решить эту проблему? Чаще всего, собственно, у вас, по большому счету, только единственный вариант, это сделать шардинг. То есть разбить вашу базу на несколько отдельных частей. То есть для этого вам нужны там выбрать, какой у вас там будет partition key и начинать разбивать. Ну, потому что иначе либо, допустим, если у вас все-таки это невозможно сделать, возможно разбить просто базу по партициям. То есть у вас там они будут храниться в отдельных файлах и там, соответственно, будет чуть быстрее работать. Ну, ненамного. То есть это, скорее, лучше горизонтальное расширение. Дедлокс. По-настоящему бы дедлоки для SQL сервера это очень такая тяжелая операция. По нахождению их, по обработку их. И поэтому, если в вашей базе очень много дедлоков, перформанс у вас будет просто ужасный. Собственно, как найти дедлоки, вы их чаще всего увидите в логах. То есть там будет и так и написано. Посмотреть, что у вас, какие именно дедлоки, тут все зависит уже от самого SQL сервера. Допустим, в Azure вам нужно будет, если не ошибаюсь, табличка syslogs смотреть. Если у вас не Azure, стандартная какая-то база на каком-то инфраструктуре, то вам необходимо, собственно, SQL профайлер. Там можно включить фильтр по дедлокам и вы увидите, кто, кого, чего и зачем лочит. Особо углубляться сюда не буду, потому что там по-настоящему борьба с дедлоками. Это такой огромный талмуд. Да, то есть, если у вас есть дедлоки, боритесь с ними. Это большая проблема. Итак, blocking операция. То есть, если у нас какая-то есть блокирующаяся операция. То есть, что-то, что там, допустим, блокирует какой-то объем данных. У SQL есть такая очень прикольная штука, как lock escalation. Когда вы выбираете либо апдейтите какой-то там набор данных, то SQL автоматически начинается с row lock. Ну, в зависимости, конечно, от настроек, но чаще всего с row lock. То есть, вы блокируете какой-то отдельный там рядочек и его изменяете. Вот, если вы блокируете чуть больше, то у вас уже происходит page lock. Типа, потом этот page lock может по-настоящему эскалироваться в table lock. Это значит, что к вашей таблице уже никто не будет иметь доступа, кроме, собственно, вас, кто поставил на него lock. Поэтому, если вы делаете какие-то скрипты, особенно это часто бывает, то есть, там, что-то исправить в базе. Допустим, база живая, у нас нет даунтайма. Мы делаем, типа, апдейт там всего, там, добавить, там, не знаю, там, удалить пробел у каждого имени. Там, случайно попало в нашу базу. Это достаточно долгий скрипт, и он приведет к тому, что вы заблокируете всю таблицу. Поэтому, используйте, собственно, batch updates. То есть, вы, там, сделали какой-то там набор, апдейтнули, пошли к следующему, 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 следующему. Детя про, пока у вас не осталось, собственно, необработанных записей. Собственно, excessive use of joins. Тут, по-настоящему, весьма сложно. То есть, сами по себе, join это не есть плохо. Потому, что ваша база данных, она революционная, естественно. У вас много связей, и вы с ними живете. И, если у вас, опять же, там, правильный индекс, и правильно строится квариат, то это, чаще всего, не является какой-либо проблемой. Но, если у вас реально много данных, и много очень, то есть, вам нужно, допустим, добраться через, там, допустим, с какой-то entity A, какую-то entity B. А через нее, там, нужно пройти через, там, 50, там, других join, ну, 50 нет, но даже 10 уже, скорее всего, будет проблемы. То, может, стоит задуматься о том, что базу вашу стоит денормализировать. Операция, по-настоящему, весьма спорная, потому, что, ускоряя вашу базу, вы можете ввести data inconsistency. То есть, ваша база станет, ну, то есть, иметь, так сказать, inconsistency, как бы перевести? Целостность. Целостность. О, целостность. Отлично. Вот. В принципе, это все, что касается базы itself. То есть, я сейчас не говорю про запросы, потому что запросы – это наш код. Так что, переходим в следующую часть. Что у нас сможет эффектнуть наш backend? 90% времени я всегда сталкиваюсь именно с этой частью. То есть, у нас есть какие-то действия, и мы повторяющимися либо неоптимальными запросами долбим нашу базу. Притом, она может быть хорошо задизайнена, но так как мы апдейтуем там либо в каком-то цикле, либо у нас еще хуже, допустим, если мы пользуемся entity-фреймворком, то там есть такой называется lazy loading. Вот lazy loading почти всегда вам выстрелит в ногу. Ну, то есть, оно очень классное, когда вы начинаете только проект, у вас все там еще очень мало. Вы там полностью контролируете, как там у вас будет происходить операция, и это все чудесно работает. Но, как только ваш проект разрастается, и у вас там появляются разные программисты, которые об этом не думают, то lazy loading вас сильно огорчит. Поэтому, лучше его отключать с самого начала. Итак. Какая-то альтернатива? Играл лодинг? Да. А не будет ли у меня ситуация, что я одним салайтом скачаю себе всю базу? Ну, для этого вам нужно проставлять правильные, собственно, запросы. Ну, я понимаю, что надо работать головой, в конце концов. Ну, голова никогда не заключается. То есть, конечно, то есть, с этой частью у вас может быть там какие-то запросы зря. То есть, данные получите зря. То есть, это тоже… Скорее, если можно, я выдавал комментарий. Не столько, наверное, сам lazy loading, сколько вот использование navigation property, если мы говорим про эти файлы. Да. Ну, и плюс navigation property, они весьма плохо работают со всякими сериализациями и прочей такой штукой. И там вы тоже встретите проблемы. То есть, я скорее все больше склоняюсь к тому, что все-таки использовать игр лодинг и ставить правильные выборки данных. Итак, следующая вещь – blocking IO operations. Собственно, когда вы обращаетесь к какому-то внешнему источнику, то есть, это база, это там какая-нибудь там ваш тот же самый любимый NoSQL, обращение к файлам, обращение к сокетам, обращение к сервисам. То есть, всему, что не находится в вашей памяти, это является блокирующей IO операцией. Блокирующая IO операция, мы фактически блокируем наш пул запросов и больше следующие пользователи, которые будут ломиться к вам, они, к сожалению, либо будут ждать, либо у нас в конце концов появится ошибка, что слишком ваш сервер занят. Давайте, до свидания. Для этого Microsoft придумала чудесную штуку, типа асинхронные операции. Ну, как придумала, но… Реализовала. Да, реализовала. То есть, они ввели асинковейты, тоже отдельная часть. Ну, я вам так скажу. То есть, когда вы начинаете только свой проект, используйте их сразу. Потому что, если у вас уже проект существующий, перейти с синхронных операций на синхронные – это огромная боль, огромные ченджи. То есть, изменится практически у вас все. Плюс, потом это будет очень тяжело тестить. Короче, опасная операция. Плюс, потому что начинается с дата акции с лейера, потом ты понимаешь, что оно переросло. Конечно. Потом ты понимаешь, что уже API без этого не сможет работать. Да, потому что фишка в том, что если у вас в цепочке асинхронных операций где-то есть блокирующая операция, то ваш по-настоящему типа асинхронный код становится весьма синхронным. Так что, не стоит этого делать. Собственно, далее у меня там есть такой интересный график, который я там собрал. Типа, какая разница с синхронным кодом. Почему-то в интернете я почти не встречал нигде никаких примеров, что же оно улучшает. То есть, все пишут, что оно улучшает, но как именно улучшает, никто не пишет. У тебя проблема, используя таски, да? Да. То есть, так что я, в принципе, потратил там энное количество времени, чтобы собрать ту статистику, сделать красивый график. Кстати, график было тяжелее всего сделать. Итак, следующая вещь, которая весьма популярная сейчас. Раньше это было не так популярно, потому что раньше dependency injection, об этом никто не слышал, не знал, что это такое и вообще как его использовать. Сейчас же все знают, что нужно использовать dependency injection и начинают его использовать. До сих пор никто не знает, что это? Да, бывает такое. Итак, dependency injection, очень часто я видел, что у нас, наши объекты, фактически создается такой граф. То есть, каждый раз, когда мы обращаемся за каким-то объектом, мы его снова создаем. Даже в этом, если нет необходимости. И у меня был такой случай, что каждый реквест отжирал 50 мегабайт памяти за счет только создания вот этих разнообразного дерева объектов. То есть, конечно, там была супер, типа, excessive архитектура, что у нас там было миллион слоев репозиторий, unit of work, сервисы, провайдеры и вся такая ересь. Но, тем не менее, оно, когда создавало вот эту всю структуру, потому что она вся была такая, весьма tight couple, короче, тесно связанная, оно подымало просто огромное дерево. Поэтому, тоже на это стоит обратить внимание, типа, как вы создаете, собственно, ваши объекты при обращении там контроллером или еще куда-то. То есть, используйте lifetime, собственно, ограничители. То есть, допустим, что там некоторые объекты живут у вас в пределах реквеста, некоторые у вас там singleton, они живут там всегда. Если у них, конечно, нету никаких данных, которые можно как-то изменить. Следующая популярная такая проблема, которая тоже почти всегда случается, что мы делаем какие-то операции апдейта, select, один за одним. То есть, мы там, допустим, нам нужно сохранить там 50 элементов, мы делаем 50 запросов в базе. Нам нужно взять 50 элементов, мы делаем 50 запросов взятия. Да, то есть, это почти всегда. Причем, добавление батчинга вам просто драматика или, как говорится, улучшит вашу скорость обработки. Конечно, он добавит сложности. То есть, это без вопроса. Ваш код станет сложнее. Поэтому, тут нужно иметь какой-то баланс между этим. Плюс, что хорошо, entity framework, начиная с версии 6 или 5, я уже точно не помню, наконец-то появились нормальные поддержки операции батчинга. Вот. И плюс, опять же, проблема, что у нас нет кэша. То есть, мы не кэшируем свои данные, но это тоже, по-настоящему я ставил его в самый конец. Потому что, если вы принимаете решение использовать кэш, подумайте. Потом подумайте еще раз и подумайте еще раз и еще раз. Потому что, если мы что-то закэшируем, у нас сразу возникает проблема инвалидации вашего кэша. То есть, когда он становится неактуальным. И с этим, чаще всего, огромные проблемы, это огромные баги. Но, есть вещи, которые нужно кэшировать, допустим, всегда. То есть, у нас что-то не изменяется никогда. Кэшируйте это. Станет намного легче. Итак, идем дальше. Что у нас может случиться с фронтендом? То есть, опять же, самые такие популярные вещи, с которыми я сталкивался. Никто не использует минификацию и бандление с ваших скриптов и стилей. Ну, точнее, кое-где используется. Но, я видел много проектов, на которых эта штука есть, но она отключена. Да, жутко неудобно дебажить. Причем, есть чудесная опция, которая эту штуку отключает. Ей, почему-то, никто не пользуется. Но, майму ташу майму. То есть, старайтесь подключать. Потому что нашего браузера, с которым работают наши пользователи, у него весьма ограниченное количество коннекшенов, которые может он сделать. То есть, чаще всего это 6. В старых браузерах вообще было 2. И поэтому, если в вашем, там, на сайте находится, как сейчас обычно, 50 разных JavaScript файлов, еще столько же скриптов, потом еще это же все дело как-то там, юзает как-то REST. Короче, пока вот это все дело загрузится, вряд ли кто-то это дождется. Поэтому... Да, так что используйте, пожалуйста. Следующая вещь, которая тоже весьма часто... А? Так, конечно. А, это в 2.0. Там даже наоборот говорят, что бардинг и минификация ухудшит производителя. Ну, опять же, да, вот когда будет что пощупать, вот туда уже и будем разваливать. Ну да, то есть... Да. Ну, то есть... Единственное, что хорошо, что бандлин достаточно легко отключается. Что, в принципе, хорошо. Так, следующая вещь, которая... Ну, то есть, тоже весьма тормозная почти всегда. Автоматический биндинг в ваших переменах. То есть, все знают, что сейчас появилась целая куча новых фреймворков, которые позволяют за вас делать намного более читаемый код, поддерживаемый код и так далее и тому подобное. Но, к сожалению, все эти вещи стоят нам чего-то. То есть, так называемый автоматический биндинг, когда у нас есть какая-то модель, у нас есть html и данные между собой как-то биндятся и автоматически, то есть, если мы меняем модель, у нас на html меняется это тоже автоматически. Когда у нас слишком много вот этих автоматических биндингов, это начинает там работать по несколько секунд, по, может быть, десятых секунд. Хороший пример Angular. Допустим, Angular, да, то есть, в нем биндинги, они как бы сильно встроены в него и там по Angular, там по-настоящему есть целая куча статей, как его там оптимизировать от перфоманс и всякую такую штуку. Но просто будьте в курсе, что это может быть вашей проблемой, если ваш сайт грузится долго. Да, ну, то есть, для, собственно, Angular как раз это и стоит использовать. Собственно, Large DOM Model. Ну, то есть, как наши сайты были когда-то давно, так и сейчас, мы, в принципе, не можем там иметь огромную DOM-модель у нас в нашем браузере. То есть, мы, допустим, 10 тысяч дивов приведет ваш браузер, скорее всего, к крэшу. Ну, либо к огромному куску памяти, который он отоживет у вашего пользователя. Поэтому пользуйтесь виртуализацией. То есть, вы показали какой-то объем данных, он больше не виден, удаляйте его. То есть, для этого там используется пейджинг и все прочие вещи. Следующая вещь, которая тоже весьма проблематичная в текущей версии фронтенда, это CPU-bound calculation. То есть, если у вас есть на вашем фронтенде какие-то калькуляции, которые используют чисто процессор, то у вас, так как натура JavaScript'а у вас, типа, есть только один поток, то есть, пока ваш цикл обработки чего-то, что сильно требует CPU, пока он не отработается, ваш просто UI зафризится. Поэтому для этого есть разные способы решения. Допустим, вы там разбиваете это на части, там обработали часть, отдали, собственно, чтобы прошел следующий цикл. Либо через SetTimeout, либо сейчас есть более модная операция. Я уже, к сожалению, вылетел из головы, как она называется. SetImmediate, если не ошибаюсь. Вот. Ну да, или вторую кладку, что не очень хорошо. Собственно, вторая проблема, она, по большому счету, весьма связана с первой, и, собственно, DTP 2.0, который, возможно, нам это как-то исправит. Но пока у нас то же самое. То есть, если у нас есть чаще всего как раз в REST аппликациях, то есть, сейчас все знают, что слово REST – это очень модно, стильно, молодежно. Вот. Но его используют неправильно, и, допустим, я во многих проектах видел, что делалось просто REST – это крат-обертка над нашей базой данных. То есть, если нам что-то нужно вставить в базу, то мы там делали, там, создали какой-то объект, залинкали его, залинкали, 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 и когда вы там дождетесь своего результата, произойдет нескоро, и плюс вы там спамите свой фактический сервер без какого-то пользы. Собственно, идем дальше. Как бы, в принципе, я чуть более детально остановлюсь на двух вещах. Это SQL Query Plan. Время у нас, к сожалению, не безграничное. И потом немножко про Sync и Await на следующем слайде, но там я тоже быстренько очень пройдусь. Итак, когда вы наконец-то нашли, что у вас есть какая-то ковыря очень медленная, то есть, как вы это нашли, будет чуть позже. Вот, у вас есть какая-то ковыря, то есть, вы ее запускаете чаще всего в ваши SMS, SQL Management Studio, включаете показать план, либо включаете более там продвинутые вещи типа шоу статистики и так далее и тому подобное. Вы получаете что-то подобное. То есть, что у вас есть, допустим, clustered index scan и есть еще один точно такой же, который занимает причем 95% времени. Что такое index scan? Index scan это значит, что у вас есть индекс, и по этому индексу у вас происходит сканирование. То есть, если у вас большой индекс, то, соответственно, будет проходиться по всему этому индексу. Причем, index scan, ну не сказал бы, что он сильно быстрее table scan, конечно, там особенно, допустим, бывают такие интересные ситуации, когда мы, допустим, делаем какой-то поиск, допустим, like. Просто чудесный пример. У нас есть текстовое поле, мы делаем поиск по нему like, который выглядит как процент что-то процент. Смотрим, у нас вроде бы индекс на том поле есть, все должно работать быстро, но по-настоящему это все вырождается в index scan абсолютно по всему индексу. То есть, да, то есть это будет также медленно, потому что SQL, он умеет оптимизировать такие запросы, только в том случае, если вы ищете, допустим, то есть типа на поисковой вашей строчке, и потом только знак типа матчинга. Тогда SQL еще такие запросы обрабатывает. В ином случае у вас будет полный скан. И вы, кстати, увидите, если посмотрите, здесь что-то видно, надеюсь очень сильно. Ну это тебе, а вот тем, кто сзади не уверен. Короче, это, собственно, подказка, что у вас происходит на вашей query. Все сталкивались с этим, либо чуть детальнее рассказать? Я думаю, что подсказки видели все, но мало кто понимает, как правильный набор. Да, ну, собственно, как раз типа, если у вас есть полный индекс скан, тут есть такая чудесная штучка, estimated number of rows. Это типа сколько, собственно, колонок ожидает ваш сервер пройти. Если у вас полный скан, то у вас вот здесь будет количество равно, в принципе, сколько у вас всего колонок в вашем приложении. И реально вы увидите, какой кусок прошел ваш. И там, собственно, есть estimated cost, actual number of rows. Да, собственно, равно. Да, ну, собственно, estimated operation cost, sub3 cost. То есть эти вещи можно посмотреть, как они там все показывают. Но я, допустим, чаще всего обращаю внимание на количество рядков, по которым прошел наш запрос. Если их большое количество, то у вас что-то не то, и нужно либо оптимизировать индексы, либо оптимизировать ваш запрос, чтобы он не делал вот такие огромные связи. Либо у вас, опять же, допустим, последний пример был вообще просто шикарен. То есть у нас был композитный primary key. Но фигня в том, что он был перепутанный местами. И наши join'ы каждый раз проходили не через, допустим, id, там, partition какой-то key, а наоборот. И, соответственно, вроде бы как бы все нормально аквария, но каждый раз у нас вот тут такие были огромные числа, что мы там находили. Потом у нас были какие-то хеш-матчи, которые там жутко дорогущие. И все медленно работало. Нужно все было поменять местами. Так, собственно, теперь... То есть смотрите вот это, estimated numbers of rows, либо actual number of rows. То есть это уже потом, типа сколько реально оно прошло. И сколько оно ожидало видеть. Также есть такая вещь, как index.sic. Index.sic это когда вы, в принципе, сразу же попали в то место, куда вы хотели попасть. Если в вашей query, то есть, допустим, все index.sic, то есть там, clustered index.sic, clustered index.sic, это значит, что ваша query попала куда она хотела. И вы можете быть уверены, что все работает быстро. Вот, кстати, еще хочу заметить одну такую штуку. Вам SQL предлагает, собственно, как исправить вашу query, чтобы она работала быстрее. Чаще всего он предлагает сделать, собственно, индекс по тем полям, которые у вас весьма медленные. Но, при том, у индексов SQL есть такая вещь, как values. То есть оно может ваш индекс включить какие-то данные. То есть вы, допустим, если выбираете там, допустим, 5 полей из всего набора полей, то он предложит их вам включить, потому что ему не нужно будет потом делать clustered index.sic, обращаться к ним и вытягивать. То есть это будет чуть быстрее. Но в моей практике это не стоит этого делать. Во-первых, вы сильно раздуваете размер индекса. Во-вторых, так как все .NET разработчики чаще всего используют антифреймворк. И очень часто мы выгребаем весь набор колонок. Да, 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 к сожалению. И поэтому мы получаем практически бесполезную, то есть нам SQL говорит, о, чувак, типа включи все колонки. Зачем? Да, то есть у вас не стоит этого делать. Собственно, следующая вещь, которая называется table scan, то есть она говорит сама за себя. То есть если у вас есть table scan, это значит, что SQL просто проходит по всей таблице. То есть чаще всего это обозначает, что на этой табличке у вас нет индекса. Либо SQL не нашел никакого подходящего. Что еще стоит обратить внимание? Типа, как мы матчаем наши результаты? Чаще всего это используется в join'ах. То есть там есть hash match, nested loop и что там еще? К сожалению, уже вылетело из головы. Собственно, в принципе с этим играться чаще всего не будет каких-то проблем, потому что SQL выбирает всегда самое правильное. Если вы хотите с этим играться, скорее всего, вы что-то делаете не так. Так что имейте в виду просто, каким образом ваш SQL матчет разные таблички. То есть hash match, он матчет их, собственно, по хэшам. То есть у вас данные отсортированы и это все достаточно быстро. А nested loop это проходимся в цикле. Причем, вот это насправде nested loop самый худший вариант, когда у вас nested loop еще тут огромное количество данных. Это значит, что ваш SQL пробежится во всем этим колонкам. Причем это сделают очень медленно. Я вот, если можно, хотел чуть-чуть дополнить такую маленькую вещь. Мне бывалые админы базы данных сказали, что, по сути, единственный способ попытаться как-то ускорить вот поисковый запрос, где у тебя проценты, ну, like, процент, что-то процент, единственный способ это сделать эти данные бинарные. То есть, грубо говоря, если это идет строка, то сделать эту строку case sensing. Ну, там не совсем так, потому что там в зависимости от того, какой там case sensitive или не case sensitive. Но, в общем случае, если вы ищете, типа, включение внутри строчки, индекс вам никак не поможет. Вам нужен там за full text search либо переносить ваши данные, там, допустим, какие-то elastic search, либо просто жить с этим. Как чаще всего это и бывает. Так, собственно, переходим к следующему сайту. Тут нет вопросов. Так, собственно, обещанный мой многострадальный график по поводу синков и вейтов. Собственно, когда я сделал пятиминутный замер, то есть, делалось это очень просто. Мы создаем айжеровскую веб-аппликацию, мы подключаем простейшую там базу и долбимся запросами к этой базе. То есть, выгребаем какие-то данные. Выгребаем мы данные всегда одни и те же. То есть, ничего не меняется, они там кишируются через некоторое время. Набор данных мы начинаем собирать там через некоторое время работы наших воркеров. Причем, если так посмотреть, время среднее ответа, то есть, у нас одинаковое. То есть, вы не увеличите скорость обработки именно вашего запроса асинком, а вейтом. Он как был выполняться, так и будет выполняться. Потому что у меня, допустим, разница в том, что асинк на 3% быстрее. Но это, скорее всего, статистическая ошибка. Так что, скорее всего, он будет где-то так же. Потому что, по большому счету, он добавляет небольшой воркет. Вот, но если так посмотреть, надеюсь, хорошо видно сзади, как это выглядит. То график наших синк реквестов выглядит очень, так сказать, типа спайками такими. То есть, да, то есть, и среднее количество запросов и юзеров, которые прошли через наш сайт, он поменьше. Ну, то есть, пиковое, конечно, оно где-то одинаковое. Вот, но чаще всего у нас в секунду было обработано значительно меньше пользователей. Если посмотреть, допустим, асинхронный, то он весьма такой ровненький и весь там колеблется между 30 и 40. А здесь в такие пики между 20 и 40 запросами в секунду, которые обрабатывал сервер. А, тут все просто. То есть, вот это типа секундный таймлайн. То есть, а это у нас какое количество запросов было в секунду обработано. То есть, ничего сложного. Я, конечно, хотел сделать чуть более, типа, разгложенный график, чтобы оно было там с определенными интервалами. Но мои Excel Math Skills мне этого не позволили, к сожалению. А Stream Analytics мне тоже как-то не смог это сделать. Кстати... А максимальное 60. Ну, собственно, максимум, типа, 60 реквестов, которые мой сервер позволял пройти. Вот. Но, как видите, их... Можно их вот как раз мерить. Вот. Но фишка в том, что у нас было статистически чаще, что наши пользователи заходили на наш сайт в намного меньшем количестве, чем могли бы. Да? Ну, Select. Так. Простой Select. Достаточно с большим количеством данных, чтобы вернулся. То есть... Да. Entity Framework. В принципе, да. То есть, я просто выбирал все данные, которые там были. А? Собственно, это было... Все хостилось на Azure. То есть, Worker это у нас был Cloud Service. Собственно, это был стандартный веб-ап. Стандартный веб-ап. А? Сабскрипшен... А в чем разница? Ну, это был мой MSDN subscription. Так... Или вопрос имелся в виду, какой тарифный база данных? Нет. Тарифный баз данных был простой, самый S0. Аппликейшн был у нас, если не ошибаюсь, первый. Ну, короче, S1 Instant стандартный. То есть, причем, становилось все более интересно, когда мы использовали большое количество воркеров, натравили на наш сервер. Тогда там пики Sync становились жутко огромные. Но, к сожалению, эти данные я вам показать не могу. Потому что Excel не смог их обработать. Слишком большое количество просто эвентов создается. Вот. Собственно, теперь, в принципе, последний слайд, кроме questions, конечно. Это, типа, tools, которые я, допустим, рекомендую вам использовать. То есть, вы можете там выбирать там свои. И каждый выбирает, что ему нравится. Но, допустим, я очень обожаю ANS. То есть, это, наверное, лучшая программа для профилирования как и памяти, так и перформанса. Конечно, у меня есть еще Net, ну, короче, JetBrains стандартный профайлер и та штука. Но, по сравнению, оно намного более убогое. Так что, надо бы сделать, короче, партнера. Да? Ну, дело в том, что, скажу честно, я с ними никогда еще не работал. То есть, я просто привык пользоваться tools, которые я знаю, которые хорошо понимаю. Надо бы воспользоваться тоже. Да. Ну, то, что я видел, весьма выглядит многообещающе. К сожалению, у меня такое сильное подозрение, что эти tools становятся хорошо работать только на Enterprise версиях. А если вы, там, работаете с Professional, либо еще хуже с Community, печаль, беда. Ну, это не только твое скромное мнение. Ну, пока он еще в разработке. Так что, увидим. Да. Ну, собственно, следующая вещь, которую я весьма часто использую, это, собственно, саму Management Studio. То есть, если нам нужно посмотреть статистику, либо, собственно, execution планы, это, наверное, самая удобная вещь, потому что делать это через SQL команды, ну, не скажу, что сильно неудобно, но неудобно. Следующая вещь, Microsoft SQL Profiler. Хорошо, когда ваша база, конечно... Точнее так, Microsoft SQL Profiler поддерживается только стандартными инстансами базы, которые вы там можете развернуть в себя на сервере. Azure не поддерживает. Может быть, потом будет поддерживать, но пока не поддерживает. Собственно, на Azure есть более странная туза, и по-настоящему она, в принципе, единственная, которая позволяет вам хоть как-то визуально представить, что у вас происходит в базе. Скажу честно, то есть, у меня не получилось ее нормально воспользоваться. У меня там были какие-то постоянные падения, еще что-то. Поэтому есть способ, который всегда работает, это SQL Dynamic View Curious. То есть, у SQL есть набор Query, который позволяет вам вытащить всю ту же самую статистику, которая делает за вас аудитинг, либо SQL Profiler. Допустим, самая частая используемая, допустим, мною табличка, это dm.execquerystats. То есть, тут показывается, типа, статистика ваших Query. То есть, вы там можете посмотреть, что там у вас больше всего, там, агрессионные данные, типа, что больше всего у вас тормозит в плане, там, IO, CPU тайма, сколько времени вообще выполняется ваша Query. То есть, весьма такая удобная штучка. И там плюс есть еще огромное количество других таких же таблиц, предлагаю посмотреть. Ну, собственно, если у вас нужно работать с фронтендом, я чаще всего использую стандартный хромовский DevTools. Не знаю почему, но он мне больше всего нравится. Возможно, у вас какие-то есть другой набор тулзов. Я, кстати, с удовольствием его услышу. Фаербайк, да? Эээ. Ну, не знаю, я фаербайк почему-то не могу использовать. Ну, я не хочу, конечно, оскорбить Microsoft представителей, но, к сожалению... Да, просто после того, как ты перестаешь работать с интернет-эксплорером, ты просто забываешь, что у меня вообще там что-то есть. Я, слава богу, это забыл. Да. Вот, собственно, это основной набор тулзов, которых я использую. Там, конечно, есть еще всякие другие, там, чтобы посмотреть, там, Latency, такой, допустим, тот же самый Fiddler, когда-то был хороший в этом. Но сейчас с поддержкой Windows 8 уже стало плохо. Это, на самом деле, сейчас как раз еще другую тулзу. Ну, либо Whiteshark. Не, Whiteshark. Собственно, в принципе, это все. Есть у вас какие-то вопросы? Да. Ну, именно сами приложения, которые написаны с этим. Ну, да. То есть, по вопросу асинхронному, да. А, именно New Relic и... Да. Не, к сожалению, я не сталкивался. Ну, скорее, я скажу так, что... Насчет New Relic, не знаю, насколько это будет хорошо, где там мои тулзы. Но, допустим, тот же самый ANS, он умеет работать и с асинхронным кодом, и профилировать ваши ажуровские, типа, сервисы, апы. То есть, я бы посоветовал бы воспользоваться ANS. Причем... Не-не, ну, то есть, оно статистику не пишет, оно уже, типа, использует то, что у вас есть. Для статистики это, скорее всего, надо гуглить и смотреть. Он стоит 1000 баксов. К сожалению. Но, с другой стороны, всегда есть Early Access Program. Вы можете на нее подписаться и стать бесплатным тестером. Как, допустим, я. Да. 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 Ну, а что именно? Нет, собрать метрики или, собственно, провести перформанс тест? Ну, я скажу вам так, что сам Azure весьма в этом плане, если вы, там, допустим, подняли виртуалку, либо Cloud Service, который вам создаться нагрузку, допустим, я вот эту всю штуку, которая была вот тут. Я это пользовался Azure, своим MSDM аккаунтом, на котором сейчас очень-очень мало денег. И мне это стоило 1 доллар. Ну, то есть, если вы подняли что-то использовали, а потом удалили, то это снимет очень маленькое количество, зачаржит вас очень мало. Я добавлю более конкретно, в Azure большинство сервисов сейчас имеют поминутную тарификацию. Ну, не большинство, но… Ну, большинство. Да. 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 То есть, быстро подняли, быстро… То есть, 10 минут погоняли, выключили, зачаржилось за 10 минут. А там, даже если поднимать много всего, ну, оно съест там 2-3, ну, 5 долларов. Даже 10-20 долларов. Ну, то есть, считаю, что не является такой большой проблемой. Причем, мы это платим не из своего кармана. 10-20 долларов и… Нет, на самом деле, да, для проекта, у которого может быть стоимость хостинга, там, несколько сотен долларов, как минимум, лишние 10-20, чтобы погонять на тесты, это не очевидно. Ну, и плюс, опять же, хочу напомнить, что есть DreamSpark и BeastSpark программа у Microsoft. То есть, если вы разрабатываете свой-то какой-то, собственно, стартап, подключитесь на BeastSpark, вы будете иметь 150 на кажд… Ну, 150 на каждого девелопера. Вот. Но есть там BeastSpark Plus, который там вообще, там, супер… А? Ну, да, да, да. Да, то есть, еще больше. Ну, то есть, вывезать эти ресурсы очень сложно, да? В смысле, вообще не удавалось? Ну, кстати, вот этот вариант оптимизации по-настоящему самый идеальный. Если вы можете просто докупить еще один сервер, это самый дешевый способ оптимизации. Потому что сервер стоит копейки по сравнению с девелопмент таймом, который вы потратите на оптимизацию. Ну, когда уже нечего было оптимизировать? А, собственно, такого, если честно, даже не припомню. То есть, всегда есть, что оптимизировать и как оптимизировать. Бывала проблема другая, что заказчик не хотел за это платить. То есть, он там, допустим, доволен там 10-20% типа импрументом, и его это вполне устраивало. И либо там у него были какие-то критические странички, мы их фиксали, и тоже это его устраивало. То есть, ну, в принципе, я не считаю, что это неудачное, потому что заказчик добился того, чего он хотел. По большому счету, мы все работаем на заказчика, который нам платит за это деньги. Ну, либо и мы сами заказчики, ну, тогда мы сами себе платим. Ну, тут все сильно зависит. То есть, в принципе, по моему опыту, то есть, чаще всего итерация улучшения перформанса, то есть, каждая итерация, потому что это лучше делать итеративно, все равно где-то каждый занимает там 10-20% в среднем. То есть, есть, конечно, там пики... Прошу прощения, туда кликнул. Есть, конечно, пики, которые там, допустим, что-то тормозило безумно, а стало там летать, то, конечно, да. То есть, такие случаи бывают и есть. Но в среднем, то есть, мы чаще всего увеличиваем перформанс всего, что у нас есть на нашем приложении. Да, у меня в основном были интерпрайз-проекты, весьма мало по-настоящему было паблик-сервисов. Ну, паблик-сервисов, там немножко все по-другому, все боремся за время загрузки странички. Там нас не сильно интересует, типа, сколько наших пользователей пройдет, потому что там, ну, чаще всего там всем известно, сколько пользователей в среднем толчется на сайте, и всем известно, когда там наплыв будет. Так? Перепрошу. Чаще всего, когда, собственно, либо у нас падает стек оверфлоу, либо, собственно, out of memory. Не часто, к счастью. А? Собственно, можно, конечно, виндебаг, но есть еще туза. Если сейчас... Да, вроде. Который реализует вам красиво, собственно, какие у вас там методы, какие там, где память. А? Дебаггер. Да, да, да. Вот. Как называется еще раз? Дебаггер. Дебаггер. Да. Ну вот, хорошо. Потому что я, честно говоря, уже давненько этим занимался. Да, слышу. Самый сложный вопрос в активизации было в контакте практики. Да. Практики, собственно, чаще всего как. То есть мы либо нанимали людей, которые нам создадут нагрузку. То есть, собственно, либо мы писали их сами. Это, кстати, самый худший вариант, потому что писать перформанс типа тесты сложно, дорого и нужно уметь. Вот. Ну, то есть это вариант такой. Либо мы, собственно, анализировали типа наши логи, смотрели, что у нас есть, как у нас там, что там загружается, как не загружается. То есть собирали статистику там через разнообразные там тулзы, которые есть. Вот. Но лучший вариант это, конечно, написать какой-то load test. Потому что load test вы всегда будете знать типа перед тем, как вы что-то задеплоите. Потому что если вы собираете только статистику, вы будете знать только после того, как вы что-то сделали. То есть улучшилось, ухудшилось. И причем вы не сможете создать нормальный, в принципе, load какого-то там компонента. Потому что чаще всего-то пользователи сидят, они там сидят под своим сайтам, страничкам, которые им интересны. Ага. Ну, какая штука тут. Ну, по-настоящему есть такая штука, что желательно, конечно, тот environment, на котором мы запускаем наши performance tests, то есть мы уже подразумеваем, что у нас performance tests есть. Да? А, то есть, конечно, когда мы запускаем наши performance tests, желательно, чтобы environment хотя бы немножко совпадали. То есть, ну, то есть, по большому счету, что у вас там было несколько, допустим, серверов. У вас там было все те же самые настройки, которые у вас там есть на продакшене. И самое основное, это типа создать реалистичный flow юзера. То есть, как ваши юзеры ходят на вашем сайте, ваш performance tests тоже должен этому отвечать. В этом случае вы получите какой-то более не менее реальный результат. Вот. Надеюсь, я ответил. Или... Ха-ха-ха. Ха-ха.